ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Менять что-то в автомобиле стало сложнее С приходом февраля в силу вступили поправки, изменяющие процедуру получения разрешений на внесение изменений в конструкцию авто Если говорить просто, то теперь нельзя установить что-либо, если это не прошло проверку в специальной лаборатории и отсутствует соответствующий протокол При переходе на газ машину надо по-прежнему гнать в специализированную организацию Получать там справку, потом ехать в ГИБДД за разрешением, потом снова к техникам и опять в ГИБДД на осмотр ТРАССА 101 Очередная порция запретов для водителей может стать реальностью с июля этого года Пока это имеет форму проекта постановления правительства Первое, о чем говорится уже много лет, это табу на использование летних шин зимой, а зимних летом Второе, проблемы с ремнем безопасности Не вытягивается, не втягивается, не защелкивается, плюс видимые повреждения лямки Третье, вышедшая из строя система вызова экстренных служб ТРАССА 101 Питер стал первым российским городом, куда запрещен въезд грузовиков с низким экологическим классом Если конкретно, то речь идет о машинах массой от 8 тонн и экологическим классом ниже евро-3 Однако, если компании или частники успели получить пропуска на въезд в северную столицу, то они будут действовать вне зависимости от эко-класса Новшество призвано повысить качество воздуха и снизить уровень шума ТРАССА 101 Сферу каршеринга ждут изменения, например, речь идет о введении тарифов, которые исключат случай, когда водителю, чтобы сэкономить, приходится гнать А если гонишь, получаешь штраф Или возможность взять машину в прокат через портал госуслуг Наконец, может появиться список граждан, являющихся для каршеринговых компаний персонами нон-грата ТРАССА 101 Каких только авториаритетов нет в гаражах в матушке России В Тольятти отыскался ВАЗ-2101 1972 года выпуска с пробегом всего 60 километров, которые сейчас продают за 15 миллионов рублей Автор объявления уверяет, что за полвека в машине открывали только капот и водительскую дверь Все остальное опломбировано Многие запчасти, разумеется, взяты от прародителя копейки ФИАТ-124 На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА 101